Раскрытие преступлений по горячим следам, нестандартное мышление, анализ личности подозреваемого, сопоставление фактов, построение версий, определение круга подозреваемых, быстрое решение без права на ошибку. Их деятельность часто становится основой сюжетов для многих детективов, сериалов или кино, где бравые ребята борются с преступностью. Все это о представителе самой интригующей профессии наших дней – следователи. Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мастер своего дела» с Маргаритой Юдиной. Сегодня наш выпуск посвящен следователю по особо важным делам Олегу Степанову, который расскажет нам много интересного о своей профессии. Здравствуйте, Олег! Начать наше интервью я бы хотела с традиционного вопроса о начале вашего профессионального пути. Что провело у вас профессию, как вы стали следователем? Расскажите, пожалуйста. Уже с выбором того, что я хочу обучаться по профессии юриста, по специальности юриспруденции, уже это было в старших классах школы. Но можно так сказать, что это было какое-то модное веяние тогда, в начале 2000-х годов, когда все стремились стать либо юристами, либо экономистами. Поступить на юридический факультет мне тогда не удалось. То есть я окончил историко-социологический институт нашего Мордовского государственного университета. Уже после того, как обучаясь на третьем курсе данного университета, я получил второе высшее образование по специальности юриспруденции. И таким образом параллельно получал два высших образования, то есть историческое и юридическое. И на четвертом курсе уже стала работать в органах внутренних дел. Тогда еще Ленинский УРОВД города Саранского должности следователя. В последующем, в шестом году, я стал работать в следственной частью следственного управления МВД по республике Мордовия. В должности также следователя в отделе по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружием и наркотиками, которые совершены на территории Республики Мордовия. В последующем, уже в конце 2009 года, я, то есть уволившись с органов внутренних дел, устроился на работу в органы прокуратуры, именно в Политарский межрайонный следственный отдел, где работал в должности следователя. А с 2011 года уже работал в отделе по расследованию освобожных дел в следственном управлении Следственным комитетом Российской Федерации по республике Мордовия, где продолжать работать и трудиться по настоящее время. В детстве у меня не было такой мечты. И даже скажу, что пока я не окунулся, вот именно вот когда не устроился я работать в Ленинской РУВД города Саранск, я не представлял, ну то есть в моем понимании был следователь, это такой мужчина, там такой уже довольно-таки взрослый мужчина. А когда я пришел, уже посмотрел на коллектив, то обратил внимание, что практически все следователи, как и парни, так и девушки, являются моими ровесниками. То есть вот так немножко я удивился. То есть получается, что для того, чтобы стать следователем, нужно закончить специальность юриспруденцию, да? Ну да. Факультет юридический по специальности юриспруденции. Кроме того, ну можно было, сейчас, наверное, тоже так же можно, то есть в некоторых случаях можно получить половину, то есть больше половины образования, допустим, окончить третий курс и работать в органах внутренних дел, также в органах Следственного комитета, продолжая при этом дальнейшее свое обучение. Следователь – это юрист, занимающийся расследованием уголовных, экономических и политических преступлений. Профессия следователя существовала еще со времен Римской империи и возникновения римского права. Государству требовались люди, которые занимались бы тайными, разыскными мероприятиями, направленные на благо государства. Они собирали факты, систематизировали их и представляли на судебном разбирательстве. Сегодня следователь – это мозг следственно-оперативной группы, координирующей и направляющей действия других сотрудников. Благодаря его работе доказывается вина преступника или невиновность подозреваемого. Кроме своих профессиональных обязанностей, следователь должен разбираться во многих других сферах, таких как банковское дело, экономика, политика и технологическом процессе производства, а также во многом другом. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша работа и как проходит ваш обычный рабочий день? На мой взгляд, работа следователя – это работа, которая является одной из самых интересных, но и одной из самых сложных. Работа следователя Следственного комитета, а именно того отдела, где я тружусь, то есть отдел проследования с уважаемых дел, заключается в расследовании уголовных дел под следственным органом Следственного комитета Российской Федерации, а именно расследование тяжких, особо тяжких преступлений, которые имеют общественный широкий резонанс. К таким преступлениям относятся убийства, преступления против половой неприкосновенности личности, экономические преступления, преступления налоговой направленности, коррупционные преступления, все преступления, которые совершаются несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. В этом заключается специфика нашей работы. Кроме того, в производстве следователя находится не одно уголовное дело, а бывает порядка трех-четырех уголовных дел, а также материал проверок. По всем этим делам нужно выносить своевременные решения, вносить, принимать своевременные решения. Также работа следователя заключается в выезда на места происшествия, то есть на преступления, которые совершаются не только в городе Саранске, но и на территории республики. То есть можно сидеть, работать и поступает вызов, если твое дежурство, то можно уехать в Зубполянский район и там принимать участие в осмотре места происшествия. Кроме того, как говорится, самым главным оружием следователя является ручка. То есть работа следователя это в основном сидячая работа, то есть это допросы, постановления. Но кроме того, есть какое-то разнообразие, когда выезжаешь, допустим, некоторые лица не могут прийти сами на допрос, приезжаешь в организации, в учреждения, там производишь с ними допрос. В этом, в принципе, заключается работа следователя. В чем заключается сложность профессии, на Ваш взгляд? Для меня сложность профессии это принять правильное процессуальное решение, от которого в последующем будет зависеть судьба человека. То есть суть нашей работы заключается в привлечении лиц к уголовной ответственности за целенные преступления. Поэтому самое главное для нашей профессии это не ошибиться, то есть это вынести грамотные решения, то есть дать лицу правильную квалификацию с тем преступлением, которым он совершил. И для меня особое удовольствие получает, когда ты привлекаешь лицо, заканчиваешь уголовное дело, направляешь уголовное дело в прокуратуру, прокурор соглашается с таемогенетом заключения, в последующем деле передается суд и происходит приговор. Тогда ты, если все прошло хорошо, то есть если лицо привлекает именно по той статье, по которой ты его в свою очередь привлек, то получаешь такое удовольствие. То есть поэтапно, да, у вас вот несколько этапов существует после того, как вот делать? Да, 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 сначала мы занимаемся формой предварительного расследования, собираем все доказательства, все улики, то есть для того, чтобы закрепить виновность лица в совершении данного преступления, потом передаем прокуратуру, прокурор утверждает наше заключение, либо не утверждает, когда дело направляется нам на доследование для проведения дополнительного следствия, потом уже свою окончательную точку ставит суд, когда выносит приговор. А какие качества характера необходимы, на ваш взгляд, для успешной работы следователя? По качеству, на мой взгляд, это, во-первых, целеустремленность, во-вторых, трудолюбие, так же я считаю твердость характера, потому что бывают такие ситуации, когда приезжаешь на места происшествия, когда сталкиваешься с человеческим горем, когда видишь труп, рядом с трупом, допустим, плачущая мать или жена, тогда, ну, на самом деле сердце как-то съеживается, ты пытаешься, ну, встать на ту сторону, принять в ту сторону, но все-таки порода своей деятельности, мы должны понимать, что это наша работа, что мы должны, невзирая на какое-то человеческое горе, на какие-то другие обстоятельства, мы должны исследовать законы и действовать в рамках закона, то есть принимать или иные процессуальные решения, то есть осмотрев труп, назначаем экспертизу, труп уводит морг, как бы тяжело ни было родителям, но мы выполняем свою работу. И целеустремленность, я думаю, что человек, в том числе, то есть следователь, он, во-первых, должен быть в своей работе добиться какого-то положительного результата. Пусть вот эта вот маленькая целеустремленность, в моем понимании, заключается в том, что именно вот направить уголовное дело в свод. Вот это вот, когда ты добиваешь такого результата, лично я получаю огромное удовлетворение от выполнения работы, в том числе, что я внес вклад в борьбу с преступностью. А чему научила вас ваша работа? Как повлияла она на личность, характер, поведение, может быть? Сказать, что сильно кардинально изменило меня в моем характере, например, я бы так не сказал, но да, что я помню, когда первый раз, это 10 лет назад, в 2004 году пришел я, тогда еще в Ленинский РОВД города Саранска, то да, характер был гораздо мягче, то есть, ну, в последующем характер меняется и становится таким более жестким. Да, жестко с характером, прежде всего. А в остальном, такое же все, то есть, такое же общение, такое же, ну, главное не срываться, главное держать свои нервы всегда при себе, потому что все равно же вы пропускаете все эти уголовные дела через себя, вот, и как-то принимаете все это, говорят уже, ну, сочувствовать людям каким-то образом. То есть, следователь должен сочувствовать, но при этом отстраниться? Отстраниться от этого сочувствия, да, да, чтобы, потому что это сочувствие может и как-то негативно сказаться в последующем на ход развития, на качестве работы, да, и на ход развития уголовных дел. У вас есть какие-нибудь профессиональные достижения вот за время вашей работы? Благодарности от руководства, ну, для меня самым главным достижением это является вот именно покончить уголовное дело, чтобы не было, как мы в нашей среде называем ДС, то есть, чтобы дело не направлено в дополнительные следствия. Ну, вот, если это, все это происходит, то достижение, вот в этом заключается мое достижение. Как бы я сам себе радуюсь, что я смог, я сделал, я победил. Как вы снимаете напряжение? Наша работа, она не является нормированной работой, то есть, иногда приходишь на работу в 9 часов, в 6 часов не получается уходить с работы, это очень редко бывает. Иногда работаешь до 9, иногда приходится оставаться, и бывали такие случаи, когда пару раз оставался в ночь, то есть, расследовали уголовное дело, вот, ну, сроки прижимали. Необходимо все это было делать вовремя, чтобы дело направить, вот. Приходится работать в выходные, выходить, приходится работать в праздничные дни, там, когда. Ну, а так, в основном, после работы стараюсь погулять, вот, недавно открыл для себя такой хобби, как рыбалка. Стараешься выехать в субботу, в воскресенье, посидеть с удочкой, то есть, отстраняешься от работы, забываешь обо всем. Рыбалка вам помогает отвлечься? Ну, да, рыбалка, общение с друзьями, встреча с друзьями, когда получается. А часто в разговорах людей можно услышать такую фразу, ты мне допрос решил устроить? Вот в вашем случае это один из этапов действия вашей работы. Вот скажите, пожалуйста, как вы выстраиваете диалог с допрашиваемым, и почему вот люди все-таки боятся так сильно допроса? Ну, прежде всего скажу, что допросы – это для следователей одно из важнейших следственных действий. Именно от того, как ты построишь допрос, как ты будешь вести себя человеком, зависит ход расследования уголовного дела. Нельзя принимать такое решение, когда вот ты сидишь, и тебе просто захотеть, дай-ка, я допрошу вот этого человека, да? Прежде чем, как допросить человека, нужно сначала для себя понять, что ты хочешь от него, то есть, какие моменты услышишь, и что себе важно для него. Бывает, приходят такие люди, которые просто начинают рассказывать, ну, очень много информации выдают, да? Твое мнение сначала выслушать этого человека, и далее зафиксировать то, что тебе необходимо. Пусть это будет сравнить небольшой допрос, там, на пол-листочка, да, но зато вы возьмете для себя всю ту ценность, которая вам интересна. Бывают люди, которые в основном, ну, потерпевшие, да, у нас есть обвиняемые потерпевшие, вот, и свидетели. Потерпевшие, когда приходят, то есть, они выстраивают уже свою линию, то есть, у них уже имеются какие-то свои точки зрения, которые отличаются от точки зрения следствия, поэтому приходится с ними тоже общаться длительное время, чтобы им доказать, что вы не во вред работаете им, а наоборот, хотите совместно наказать того или иного преступника. Вот, то есть, объясняйте, какие следственные действия вы будете проводить, например, для чего нужна та или иная экспертиза. Да, есть лица, которые, допустим, мы часто вызываем по телефону, когда люди начинают как-то отговариваться, а почему я, почему, вот, зачем, для чего, то есть, первоначально говоришь, придите, здесь все объясним. То есть, я не понимаю таких людей, то есть, для меня, у человека, которому нечего скрывать, он придет спокойно, и спокойно можно поговорить. То есть, я считаю, что те лица, которые пытаются как-то уклониться от вызова, есть что скрывать. И у людей еще сложился такой стереотип, что если человек приходит в органы следствия, допустим, на допрос, для них допрос это, я не знаю, что-то такое, то думаю, что их в чем-то подозревают. Хотя мы людей вызываем для допроса, для чего? Для того, чтобы выяснить, известно ли им что-либо. И просто так мы людей не вызываем. То есть, у нас либо имеется оперативная информация от органов, которые шлят оперативно на русскую деятельность, что, допустим, Иван Иванович, известно о совершении такого-то преступления, мы его вызываем. Либо просто устанавливаем крок, допустим, соседей того лица, допустим. Можно и подозреваем, можно соседей, допустим, того места, где совершено преступление, допустим, квартира, где произошло убийство. То есть, вызываем свидетелей, известно ли им что-либо, слышали какие-то посторонние шумы или нет. Поэтому я не считаю, что нужно бояться следственных органов. Со следственным органам нужно дружать и всячески помогать, стараться. Какие новые методы появляются в работе? А появляются ли новые, может быть, методики, технологии, которые способствовали бы раскрытию преступлений? В нашей работе очень часто помогают криминалисты. То есть, именно от криминалистических методик зависят и некоторые моменты расследования уголовного дела, допустим, сбора вещественных доказательств. Поэтому отдел криминалистики у нас, я считаю, комплектованно хорошо. Имеется хорошая техника, которые способны помочь нам, следователям, в раскрытии и собирании улик того или иного преступления. Допустим, в частности, имеются лодки моторизированные, имеются подводные видеокамеры, имеются буры для того, чтобы искать тела, которые были закопаны несколько лет, допустим, назад. То есть, техника не стоит на месте. В том числе, она и внедряется в нашу систему, в наши органы. А вот что интересно, бывали ли случаи в вашей работе, когда вы были удивлены личностью преступника? Ну, были такие. Но это в основном связано с лицами, которые, допустим, обвиняют в совершении преступления, которые по своей сути являются маргинальными личностями, лицами, ведущими о социальном образе жизни, в твоем понимании, когда они приходят полупьяные и еще какие-то. Но со временем, когда, допустим, начинаешь вести допрос данными лицами, узнаешь от них очень много, допустим, вот в моей практике было лицо, который такой же в последующем, может стать, спившийся человек, ведет ли у вас асоциальный образ жизни, но до этого момента он был мастером спорта, парашютного спорта. То есть, вот так же и бывают работники культуры. То есть, и, наверное, раз просто интересно с такими людьми поговорить, вне зависимости от того, кем он является, пьющий он, не пьющий он человек. Он все-таки человек, и с ним интересно. Бывали ли случаи, когда на вас оказывали воздействие давление в процессе работы? И если да, то как вы с этим справлялись? Прямых воздействий, там, угроз, подкупов или еще что-то, за мою практику, не было такого. Но в основном это можно столкнуться с таким давлением, как давить на жалость, можно сказать. Это когда матери обвиняемых приходят, слезно плачут, разрешите нам с ним увидеться, передать еще что-то. Но работа есть работа, и не стараешься потакать им, потому что так же может повлиять на ход расследования уголовного дела. Вот с таким давлением, да, частенько приходится сталкиваться. А чтобы оказывать какое-то прямое физическое давление, воздействие, шантаж, угроз, в моей практике такого не было. А в чем вы видите минусы своей работы? Для меня самый главный минус моей работы, это сложно спланировать свои будни. То есть приходится отдыхать только в отпуск, потому что не знаешь, что будет завтра. Все зависит от еще криминальной обстановки, которая сложилась в республике. Сейчас в этой ситуации у нас спокойно. То есть когда вот такие моменты наступают, когда необходимо вплотную заняться работой, тогда... Ну вот единственный минус это, да. Следователь это профессия или же образ жизни? Для меня следователь это призвание. То есть человек, который пришел работать следователем, если он сам не сломается, то он будет работать следователем, и ему это будет доставлять удовольствие. Потому что в моей практике тоже были случаи, когда приходили следователем, работают от одного месяца до года, потом ломаются, потому что, ну, очень сложная профессия, вот, увольняются и устраиваются на другие должности, и вообще в другие, ну, в другие структуры куда-нибудь, да, не связаны с правоохранительными органами. Прежде всего человек сам должен любить свою профессию. Если это ему дано, то он будет работать. Если он не лентя, если он, то есть хочет иметь работу, то он будет работать. Следовательно, отделяется широкими субъективными правами и обязанностями. Они реализуются в рамках уголовно-процессуальных отношений, возникающих между ним и всеми субъектами уголовного процесса. Обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим, прокурором, начальником следственного отдела, органом дознания. В обязанности следователя входят раскрытие преступления, установление изобличения элитий, усовершивших, выявление причины и условий, подтолкнувших к совершению правонарушения. Для всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, следователь должен выявлять не только уличающие, но и оправдывающие или смягчающие вину обстоятельства. Согласно закону, он обязан разъяснить обвиняемому его права и обеспечить возможность их осуществления. Профессия следователя – это профессия преимущественно умственного труда, которая в большей степени связана с приемом и переработкой информации. В работе следователя важны результаты его интеллектуальных размышлений, но при этом физический труд не исключается. А вот могли бы вы рассказать о каких-то запоминающихся делах? Наверняка вот есть такие, которые остались в памяти долгое время. Да, были такие дела, но, например, одно из последних уголовных дел – это дело, которое было совершено на территории Торбеевского района Республики Мордовия еще в прошлом году, в августе месяце, когда двое друзей, один из них несовершеннолетний, держали, можно сказать, в страхе все село Торбеевского района. В страхе в каком плане? Что совершали ряд тяжких и особо тяжких преступлений. То есть начиная от кражи из дома, в последующем они дом подожгли, затем совершили убийство Слоржа, который якобы, по их мнению, видел, что они дом подожгли. Ну и между этими событиями совершили еще разбой и угрозу жизни совершили. Что меня лично удивило в этих совершенных преступлениях, что они не подаются никакому смыслу, никакой логике. То есть данные преступления совершались ни с какой-либо корысти, они практически ничто не похищали. Ну просто вот им так захотелось совершить данные преступления. Не поражаешься просто жестокостью, что молодые парни, один несовершеннолетний, остаток свой, ну не остаток, лет 10 точно пройдет в колонии. Как вы считаете, в чем проблема вот таких ситуаций? В чем проблема? Ну вот именно в данной ситуации проблема в том, что они были предоставлены сами себе. То есть родители занимаются в основном своими делами, стараются побольше денег заработать, уезжают в Москву. Дети остаются одни и подвергаются, вот особенно несовершеннолетние, подвергаются влиянию взрослых, более опытных товарищей. Должного контроля нет, да. Как со стороны родителей, так и со стороны, допустим, администрации. Хотя бы какие-нибудь досуговые центры бы организовали для таких детей, зная о том, что они подвержены такому асоциальному явлению. И последний вопрос на сегодня. Вот каким вам кажется идеальный следователь? Вот образ могли бы вы так обрисовать? Образ. Ну каждый следователь, он идеален по-своему. Понимаете, я не могу так сказать, что он... Но это должен быть человек, как я уже сказал, повторюсь, целеустремленный, порядочный, трудолюбивый. Человек, который не будет, там, выйдет на работу, вот как, да, там, в выходные дни, то есть если товарищ скажет помочь человеку, поможет, потому что в нашем деле без этого никуда, без поддержки товарищей. Потому что дела разные бывают. Иногда просят, чтобы помогли тебе, ты помогаешь с другой стороны тебе. Ну, я говорю, каждый по-своему. Индивидуальный, каждый по-своему следователь. А должен ли быть следователь высоко нравственным человеком? Да, обязательно. Обязательно. Высоко нравственным должен быть, культурным должен быть, потому что постоянное общение с людьми идет, постоянно должен с людьми как-то контактировать, входить в их положение, выслушать, прежде чем вести допросы, выслушать, что они хотят. То есть ни в коем случае не грубить людям, а вести нормальный диалог. И чем проще ты относишься к людям, тем люди проще будут относиться к себе и все будет хорошо. 25 июля день сотрудников органов следствия. Мы поздравляем весь ваш коллектив с этим праздником. Желаем вам благополучия, успехов в вашей нелегкой работе и крепкого здоровья. Еще раз спасибо вам за обстоятельный рассказ. Спасибо. Следственный комитет Республики Мордовия приглашает студентов юридического факультета для прохождения практики с возможностью последующего трудоустройства. Республики Мордовия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова